всем привет как меня слышно видно поставьте пожалуйста плюсики сегодня мы с вами пообщаемся на тему бизнеса в сети интернет да сколько вкладок много давайте знакомиться кто меня не знает подскажите меня нормально слышно видно не подвисаю я у вас все хорошо отлично сюда но если вдруг качество интернета вас будет смущать вы мне дадите обратную связь договорились я перебралась комнату где ко мне никто не зайдет отлично есть кто меня видит первый раз поставьте единичку пожалуйста кто еще со мной не знаком может быть вы меня кто-то видите первый раз есть такие да здорово давайте начнем меня зовут кукушова ольга я основатель проекта бизнес онлайн мама троих детей и сегодня вам расскажу про то чем мы занимаемся расскажу суть нашего бизнеса отвечу на все ваши вопросы которые возможно у вас возникнут и мы с вами так пообщаемся в таком формате ну будем говорить менее официальном но в то же время мы сможем друг другу в любом случае быть полезными значит у всех вебинарной комнате я немного повисаю или нормально прежде чем начать я вы можете выбирать да то есть можно вам меня послушать прямого эфире в инстаграм кукушова ольга не можете меня послушать здесь давайте помчим потому что у нас времени достаточно немного вот вообще давайте начнем с того что я немножечко расскажу вам свою историю и вообще идея бизнеса в сети интернет появилась в 2012 году где когда мы купили первый тренинг по работе в онлайн и да наши мамы там и тут показывают почему я не захотела работать по найму казалось бы вот у меня высшее экономическое образование да можно устроиться на работу видите уже тогда работал на железной дороге но мы узнали такую штуку квадран денежного потока кто-нибудь читал эту книгу квадран денежного потока вот когда я прочитала я поняла что я больше ни на кого не хочу работать я только хочу создавать свой бизнес и последствии реинвестировать данные денежные средства чтобы была возможность создать пассивный доход да то есть я понимаю прекрасно что если мы будем работать просто по найму мы никогда не сможем прийти к финансовому изобилию да мы будем все время как крысиные бега бегать вот от зарплаты до зарплаты вот и вот эта книга сформировала наше решение именно иметь свой собственный бизнес и впоследствии начали искать выходы поэтому если кто-то не читал эту книгу я очень рекомендую вам с ней ознакомиться и все это впоследствии да конечно первые три года особо не ну мало что получалось не было видно первых результатов нашего труда будем говорить так некоторые даже мои коллеги говорили но непонятно чего тебе не хватает для того чтобы так сказать у тебя поперло да вот не получалось да какие-то в общем сложности были да но впоследствии посмотрите к чему это пришло до в 2015 году у нас появился первый директор онлайн в 2016 году у нас уже появилось порядка 35 лидеров и в 2017 году на банкете в москве нас было уже более ста человек да то есть динамику рост команды вы можете уже наблюдать все хорошо да слышно вот поэтому ребят мы так сказать своим лбом пробили этот лед который может быть где-то у кого-то сложности какие-то возникали да то есть мы многие вещи будем говорить так сгладили до взяли на себя попробовали какие-то ошибки совершить и в любом случае они конечно когда вы начинаете любой бизнес вам тоже придется совершить какие-то ошибки это нормально ребят не бывает такого что вот пришел увидел и победил да ну давайте так начнем вы с первого раза блины лучшие приготовили своей жизни до или больше приготовили если девочек брать например да вот наши лидеры они очень классные ребята и немножечко расскажу вам про некоторых наших лидеров вы видите здесь но у нас альбина и сергей тыщенко они золотые директора причем они на разных номерах это семейный бизнес у них вот классные ребята из города саратова сейчас ведут бизнес вместе они они работают по найму джимиля и дима горбатка квалификация сапфировых директоров доход более 100 тысяч в каталог тоже дима недавно уволился с работ вот и вы можете лицедрить нашу команду вот в черненьком это банкет директоров красотки да и у каждого своя история замечательная татьяна борис егорова да тоже очень сильные лидеры нашей организации старшие золотые директора доход тоже более 80 тысяч получается и могу сказать что могу про каждого рассказывать бесконечно почему потому что с этими людьми был пройден мы проходим путь да мы разрабатываем интересные идеи мне очень даша тушкина вдохновляет который в 21 год заработала миллион и вложил на собственную квартиру понимаете можно в 20 лет эти деньги просто промотает до гулять с подружками отдыхать а у даши было четко определенная цель и сейчас она купила свою собственную квартиру двухкомнатную ставрополе который сейчас доделывает ремонт мы ждем фотографии да то есть очень горжусь нашими лидерами конечно не забываем я говорил позаявляла в то что расскажу вам про путешествие у компании бизнес онлайн и команды наши есть возможность путешествовать мы работаем с компанией арифлейм в которой четко прописан план если вы его выполняете вы можете путешествовать с компанией бесплатно и в этом году у нас был замечательный круиз шести звездочный было два два лайнера великолепных шести звездочных лайнера и мы плавали после проплыли 7 марии ребят внимание 7 марии 18 человек из нашей команды выполнили условия и поехали на эту в эту поездку мы были на замечательном острове миконос мы были в италии мы были в греции в турции ребят это дорогого стоит видео какое меня не видно разве видео нету ребят вы видите слайды я просто переме перелистываю именно на слайды нет собственно говоря вы можете вот значит смотрите фишка в том что немножко поверну значит я скоро пили мы скоро переедем в новую квартиру и там гораздо уже проще будет ракурса искать удобные места пока что мы еще находимся на этапе ремонта а вот значит альбина тут привет вот лайнер конечно а видеозапись я думаю да значит смотрите да лайнер был фантастический мы вкушали средиземноморскую кухню могу сказать что сами впечатления целую неделю плавать и посещать различные города страны где нас с удовольствием встречают и компания проводит замечательные вечеринки банкеты ребята это реально дорогого стоит и люди которые ездили ничего за это не заплатили не просто вы выполнили план и они поехали бесплатно круто же да где вам еще скажет выполните план и поедете вот увидите вверху фотографию да эта фотография джакузи с панорамными окнами ребят наплывем по морю средиземному и плаваем в джакузи представляете в тепленькой водичке на лайнере смотрим на на средиземное море не знаю ребята где еще такая возможность есть и круиз это очень дорогое удовольствие причем открыть был американский то есть американское качество обслуживания дорогого стоит и к американские ингредиенты да то что с чего готовят те же самые блин пирожные которые старались конечно не есть но иногда силы не хватало и вот в каждом городе конечно колорит это через местную кухню все познать но ребят это здорово далее была болгаре в этом фото 2017 году осенью была поездка в болгарию 27 24 человек из нашей организации выполнили условия съездили в болгарию это была варна я никогда не забуду наверное эти источники потрясающие спа которые мы там посетили ребят люди просто взяли выполнили план и поехали бесплатно здорово здорово компания причем оплатила купе от саратова перелет москва варна проживание и ну все да все что можно было любой чих наш оплачивали это действительно круто и здорово то есть нам не надо за этого платить вот все меня не видно давайте же перейдем в чем смысл бизнеса как можно зарабатывать значит в чем же смысл нашего бизнеса как я и сказала мы работаем с компанией арифлейм многие воспринимают бизнес арифлейм как просто ну будем говорить так купи подешевле продай подороже давайте вот если у нас есть здесь партнеры в бизнесе до которые уже присоединились поставьте семерочку если до регистрации в проекте вы представляли себе арифлейм именно таким купи подешевле продай подороже что вот ну ассоциации были именно такие поставьте семерочку пожалуйста кто представлял себе бизнес именно так но если мы с вами посмотрим на ту книгу или почитаем с вами план успеха да и посмотрим карьерную лестницу компании то мы увидим что чтобы расти по карьерной лестнице смысл бизнеса совершенно не в этом насколько надо продать чтобы стать бриллиантовым директором зарабатывать 200 тысяч кто мне скажет насколько надо продать да не продадите вы никогда на такую сумму лично ставим смысл бизнеса совершенно не в этом смысл бизнеса заключается в том что мы развиваем директорские группы и мы создаем директорские команды выращиваем лидеров и директоров директор организации это лидер доходом от 30 тысяч рублей и мы создаем с вами товар оборот за счет большого количества потребителей а за счет того что люди просто покупают для себя и создают команду представьте себе что один человек да вот купил сколько он купил он никогда не продаст только сколько продадут здесь и 10 человек никогда не купит для себя столько сколько купит для себя тысячу человек вот представьте да люди мылись моются будут мыться но если им продать идею бизнеса если вы показать эту идею бизнеса то они могут заинтересоваться предложением потому что она имеет экономическую выгоду и наша задача создать сеть постоянных потребителей ребят представьте вот у нас мы живем в В городе Саратове у нас вместе с Энгельсом миллион человек. Миллион человек покупают каждый месяц, ну давайте предположим, на 500 тысяч рублей. Они так или иначе все равно несут в магазины 500 миллионов рублей каждый месяц. Я имею в виду шампунь и гели для душа, витамины, если есть люди, которые принимают декоративную косметику, туалетную воду. В среднем взять 500 миллионов, просто они относятся куда-то в магазины. Если из этого хотя бы часть потока провести через ваш собственный интернет-магазин, то представьте, какую выгоду вы можете иметь с этого. Где взять людей, часто меня люди спрашивают, да, где взять людей. Ребята, у нас есть интернет. Благодаря интернету наша команда разрослась до огромных масштабов, более 10 тысяч человек сейчас в интернете. Мы обучим вас продвижению по нашей технологии и часто меня спрашивают, сколько я буду платить за обучение. Нисколько. Ребята, обучение у нас бесплатное. Мы собрали все знания, всю квинтэссенцию рабочих методов и собрали это в школу интернет-предпринимателей ЯПрофи. Эту школу пройдя, вы уже получите инструмент, как при помощи этих технологий можно выстраивать организацию. И вот представьте, что тысяча человек просто придут и купят в компании со скидкой одну упаковку витаминов. Тысяча человек купили просто на фирме витаминов. Одну пачку. Образовался товарооборот 1,9 млн. И вы уже квалифицировались с названием бриллиантового директора и можете получить от компании автобонус. Вы представьте, что вы круто рассказали своей команде, она классно продвигает комплексный уход за лицом на вейдж. Это 4591 рубль стоит на вейдж. И оборот вашей организации составляет 4,5 млн. Вы никогда столько не продадите. Но люди могут покупать для себя. Идея понятна, в чем разница? Что смысл не в том, чтобы продать продукт. Вот смысл в том, чтобы организовать структуру, которую каждый просто приобретает для себя. Некоторые мне говорят, ну мне столько не надо. Ну мне столько не надо, допустим. Вот компания рекомендует делать личный товарооборот максимально выгодный на 5 тысяч рублей. Некоторые говорят, мне столько не надо. Ребят, я постоянно у себя из заказа выкидываю что-то. Потому что витамины мне, витамины мужу, витамины детям. Все, мой личный товарооборот выполнил. Смотрите, ребят, некоторые говорят, зачем витамины, да? Ну, собственно говоря, есть понятие отношения к своему здоровью. Есть европейский подход к здоровью, есть российский подход к здоровью. Знаете, в чем разница? Россия работает на лечение последствий. Европа работает на профилактику. Что лучше, не допустить болезнь или заболеть? Понимаете? Вот разница мышления. Я лучше буду давать детям витамины, чем потом их пичкать антибиотиками. Это мой выбор, это мое осознанное решение. И я реально знаю, что шведские витамины, они высочайшего качества. Они действительно дают результат. Благодаря этому я 8 лет не делаю прокол носа, а у меня хронический гайморит. Ну, это реально моя серьезная болячка, которая меня всю жизнь преследовала. И если организация видит, что у меня хороший товарооборот, смотрите, достаточно вам личного товарооборота делать на 4-5 тысяч, причем вы это делаете первый раз. Потом вам компания делает каждый раз скидку, каждый раз дешевле ваш личный заказ будет. Я сохраню прямой эфир и я выложу на YouTube запись с вебинарной комнаты. Ребята, понимаете, в чем разница? Некоторые люди говорят, зачем мне ухаживать за лицом, я покупаю только вот умывалку, мне достаточно. Я говорю, хорошо, ты сейчас умывалку покупаешь, 40 лет ты задашь себе вопрос, а что с моим лицом? И как-то, знаете, когда уже начинаются возрастные изменения, как-то не хочется, а это в 25 лет, да, начинаются уже первые возрастные изменения, ты уже, естественно, подумаешь, а чем, что на свое лицо наносить. И для этого есть комплексный уход, который один, потом другой усиливает друг друга на 30%. И это действительно крутые продукты, которые компания разрабатывала. Даже на этих двух вещах можно делать крутые товарообороты. Нам иногда говорят, Оль, Вить, как вы делаете так, что у вас все время в рейтингах показывают, как вы лидеры по Novage или по Wellness. Я говорю, ребят, я не знаю, как это делать, я просто этим живу. Мне действительно это нравится, я сама являюсь потребителем, я покупаю Novage, я покупаю Wellness. Да, уже ничего не поможет. Как, знаете, один раз спросили, Майя Плесецкая покупала в Париже какую-то косметику, да, там, элитную. И задает ей вопрос подругу, слушай, Майя, как ты думаешь, нам это поможет? Они говорят, она говорит, не знаю, поможет, не поможет, но, говорит, ну, есть старый сапог, а есть старый, но ухоженный. И вам решать, да, как вы будете выглядеть через, ну, в возрасте, как просто старый сапог или ухоженный. Вот, поэтому выбор остается за вами. И я могу сказать, что в Wellness Pack есть астексантин, который борется с возрастным старением благодаря антиоксидантам очень мощным. Поэтому тоже хороший выбор оставляет, да, остается у нас при помощи внутрикосметики, можно еще и поддерживать свою внешнюю, ну, как бы внутренне поддерживать свою внешнюю красоту. Вот, для построения такой организации, чтобы нам выйти на хороший доход, наша задача, мы ориентируем людей на бриллиантную квалификацию, да, для этого нам необходимо вырастить 6 директоров, и в каждой из групп приблизительно по 150 человек будет. Вот, и благодаря тому, что вы вырастите 6 групп по 150 человек, они выйдут, каждый из этих 6, на директорскую квалификацию, вы выйдете на ход 200-250 тысяч рублей в месяц. Уважаемые друзья, скажите, пожалуйста, для России, для вашего города, где вы живете, 200-250 тысяч рублей позволят вам более-менее достойно жить? Путешествовать с детьми, позволят себе более хорошую квартиру, может быть, автомобиль, автомобиль вам компания предоставит. Поднимется ваше качество жизни, сможете ли вы себя достаточно комфортно чувствовать с таким доходом? А теперь у меня второй вопрос, а много ли вариантов у вас сейчас в жизни, которые вам предлагают такой доход? Много ли вариантов в жизни вам сейчас говорят, вот идем, и мы дадим такой доход? И сколько часов времени вам необходимо будет тратить, чтобы этот доход отработал? 200-250. Стоит поработать 2-3 года, чтобы выйти на такой доход? Ребят, я это говорю не голословно. Я сама человек, который, ну как сказать, из такого выбиралась, что, блин, там некоторые говорят дно, это даже для некоторых дно, ну слов просто нет, да, если взять мое, например, детство тяжелое достаточно было, да, когда меня мама одна воспитывала. И я понимаю прекрасно, что шансов было минимум, минимум было шансов. И я себе очень благодарна за то, что мозгов хотела разобраться. Некоторые говорят, хорошо тебе рассуждать, тебе уже, вот ты уже там достигла определенного уровня. Ребята, возьмите меня 4 года назад, у нас был доход 30 тысяч. И 30 тысяч был расход, и двое детей. Поэтому могу четко сказать, что ситуация была, мягко говоря, плачевная. Но, как говорится, нечего себя жалеть, пора шевелить двумя руками, ногами, да. И давайте же разберемся с вами с технологией построения. Как мы строим группы? Мы берем человека, обучаем его построению команды, он приглашает двоих и регистрирует одного под другого. Те двое приглашают по двое. И таким образом у нас уже в организации 8 человек. А если пригласить на одного больше, то дубликация, при правильно отстроенной дубликации уже будет 27. И в этом суть сетевого бизнеса. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Ребят, мы не вколачиваем никому предложение в зубы, мы не тянем никого за руки, мы не порицаем другие компании и не говорим про то, что, ребят, вот у нас самое лучшее предложение, а вот та компания не то. Вот. И если мы приглашаем 6, то получается в команде 216 человек, а нужно 150. Нужно 150. Была ли у меня на регистрации в день? Была. Практически все время. Минимум одна регистрация в день. Понимаете, это как вот тонус мышц. То есть надо было к этому стремиться. И помню первое время Витя заводил диалоги. Первый директор появился после 100 регистраций. Некоторые говорят, вот я уже там 20 человек пригласила, они у меня не работают, да? Ребят, первый директор после 100 регистраций. Это Витя добавил в свои друзья девушки в одноклассниках и с ней начал диалог. Это была Маша Красильникова, наш первый директор. Сейчас она золотой директор, у нее огромная глубина в организации. Поэтому, когда мне говорят, ну вот, блин, они не работают. Ребят, не концентрируйтесь на тех, кто не делает. Концентрируйтесь на тех, кто делает. Понимаете? Когда вы фокусируете внимание на позитиве, вы его получаете вдвойне. Да, конечно, если человек не хочет строить бизнес, он вполне может быть потребителем. Но я сейчас поясню, почему не очень выгодно строить бизнес на потребителя. Потому что сегодня они с вами, завтра им предложили на 5% дешевле. Они пошли покупать там. Такое тоже бывает. Поэтому мы все-таки говорим о ключевом партнерстве. Каким же образом мы строим группы, да? Приблизительно 80% так или иначе останутся все равно веб-клиентами компании. А 10% будут продавать. Ребят, вы им будете говорить, не надо продавать, нам структуру строить. Они говорят, а нам нравится, вот мы хотим, да? И мы фокусировку делаем именно на 10% людей, которые строят бизнес. Вот 90% нашего времени, даже, наверное, 99% нашего времени заключается в диалоге с лидерами. То есть мы работаем именно с лидерским составом, с людьми, которые себя проявили. А для того, чтобы они себя проявили, мы им даем различные задания. Маша, Мария Красильникова. Я ей завожу диалоги, активно развиваю личный бренд. Будем говорить так, и по теплому рынку мы работаем, и ко мне приводят уже по милым звоночкам. По-разному, ребят, отовсюду, да? На самом деле не надо заморачиваться насчет методов, надо просто делать. Сейчас очень часто люди много знают, но не делают. И я часто слышу еще один момент, ребят. Почему надо 150? В одной ветке достаточно 150. И ты идешь на следующую ветку. Еще, знаете, иногда слышишь себе такую фразу. Если стараться тянуть, выйдет ли из этого что-нибудь, я никого не тяну. Как Полежаев Владимир говорит. Если бы я всех тянул, мой бизнес бы состоял из оторванных ушей. Я вообще никого не тяну. Не хочешь, не хочешь, хочешь, хочешь. Если нет личного бренда, у вас личный бренд есть. Личный бренд у вас есть в любом случае. У вас есть командный результат. У вас есть результат индустрии, который вы можете пустить. Вы можете поздравить новых директоров, коллег, например. Вы можете выложить какой-то... Сходили в кофейню, сфотографировались. Ребят, понимаете, всегда есть что выложить. Вопрос в том, что вы ставите себе эту задачу, либо вы это придумаете как отмазку. Я помню, когда мы начинали, Маша Красильникова, у нее была самая максимальная зарплата. Даже порой больше, чем у нас, потому что там были все борусы. И мы этой справкой выкладывали во всех социальных сетях. Знаете, сколько директоров пришло на эту Машину справку? Вы не представляете, сколько людей пришло на эту справку. Одна единственная справка Марии Красильникова. Сейчас, конечно, уже команда большая. Уже хочешь покажи 90 тысяч, хочешь 20 покажи, кто как верит. А то некоторые говорят, а вы там фотошопом нарисовали. Либо есть командные фото. Там встретилась команда, тут. А кто-то нам говорит, а что-то тебя на фотке не видно. А кто-то говорит, да я за кадром. Часто люди говорят тоже, а вот пассив. Хочу пассивный доход. Ну, давайте так на минуточку представим, что вы зарабатываете деньги, и вы ничем не занимаетесь. Вы просто сидите на печи и носу ковыряете. Будет вам интересно жить так? Ну, мне вот неинтересно. Сенечка, я вебинар провожу. Вот, значит, есть человек пришел только... Так у него справки спонсора есть. Такие проблемы. Часто слышно, да, часто говорят люди, что вот, да, я не хочу, хочу получать, ничего не делать. Ну, во-первых, такого не бывает. Что ты пришел, ну, как бы сделал, ничего не делаешь, получаешь, да. Но, тем не менее, первый пассивный доход можно сделать именно на уровне золотого директора. Я вам сейчас погреже покажу. Это вот доход родителей Вити. Вы видите, их персональная группа, персональная группа составляет 1000 баллов. То есть тоже иногда некоторые компании говорят, вот, там доход должен быть, а пассива нет. Надо, что там какие-то МГВ вы отдаете. Ну, ребят, почитайте план успеха нормально, да, почитайте. И разберитесь на самом деле. Они получают урезанный бонус, но при наличии двух веток, родители Вити, да, у них 1000 баллов персональная группа. Скидка составляет 7200, а директорский и бонус, и ниже, составляет 27000. За каталог зарабатывают 34000, а за месяц 49000. Как вы думаете, двум пенсионерам нормальная прибавка к пенсии? Ребят, нормально? Хотели бы вы родителям задать пассив такой, да? Я обещала раскрыть вопрос на тему пассива. То есть берете, да, помогаете родителям, выстраиваете команду под них, две ветки, и они получают доход. Можно их тогда и на пенсию раньше срока отправить? Можно им что-то сделать? Ну, как бы, мы считаем, что они достаточно уже много в своей жизни проделали, да? И сейчас, слава богу, они нам помогают с детьми где-то, да? Хотя раньше были заняты на работе, и папа работал на путях. Просто понимаем, что не так много времени осталось нашим родителям, чтобы жить. И вот скоро едем с ними в Турцию вместе отдыхать с детишками. Вот. Давайте, кто обязан помогать? В начальном этапе помогаем мы, как наставники, у каждого появляется твой куратор. У нас есть круглосуточный чат в Телеграм. У нас есть обучающий канал и обучающий сайт. И у нас есть система вебинаров, которая помогает вам разобраться в той или иной теме. Ну, в конце концов, сейчас на Ютубе огромное количество материалов. И в любом случае вы без информации не останетесь. И мы строим бизнес в основном на двух стратегически важных продуктах, про которые я уже рассказывала выше. Это на Вейдж и Уэрлес. Если человек, конечно, в первое время себе не может позволить на Вейдж, он может при помощи далее, при помощи 50% скидки на продукт, при помощи своей дополнительной скидки в размере 28%, потом ознакомиться с этими продуктами. Ну, в конце концов, сделать совместные закупки с друзьями, да, и на разницу, немедленную прибыль, заказать себе данные продукты. Попробовать самому, а потом уже делиться с друзьями. Я, например, у меня был недавно такой опыт. Девушка у нас переходила с потребления с одной продуктовой компании на другую. И она говорит, ну, я вот не могу перейти так легко. Я вот привыкла к тому продукту, я его люблю, а этот мне трудно. Я говорю, окей, приходи ко мне домой и тебе попробую дам. И мы с ней попробовали все, и она сделала свой выбор. Очень довольна. То есть, поделившись продуктом своими друзьями, можно развиваться дальше. Ребят, еще, мне что очень важно, да, это реализовать свой потенциал. При наличии трех детей, все-таки, я могу сказать, я мама. Но не такая мама, которая будет бесконечно только сидеть и положить всю жизнь на алтарь, забыв про себя. То есть, есть, конечно, определенная степень процесса. У меня есть внутренний потенциал, который мне хочется реализовать, да. И вот благодаря тому, что ты вроде, ты вот можешь быть и с детьми одновременно, да. Вот рядом дети, вот они ломятся у меня в дверь сейчас. Хочется вообще прийти ко мне. Рассказать, как он в садик новый сходил. Мы его недавно перевели. Но в то же время еще и реализовать себя как личность. И вот находиться в состоянии потока. Потому что, когда ты помогаешь другим людям, ну, как это может не нравиться, да. Когда ты можешь, когда, вот, знаете, мне надо приходить в смс-чике и говорить, Оль, спасибо большое там за то, что ты до нас донесла идею бизнеса, мы вот квартиру новую купили. Блин, да я прям до слез рада таких сообщений. И готова гораздо большему количеству людей в этом плане помогать. Помогая другим людям, принцип, да, выиграл-выиграл. Помогая другим, ты растешь сам. И у тебя сформирована прекрасная команда единомышленников, при помощи которой тебе интересно и расти, и общаться, и развиваться. Новые интересные люди приходят в организацию. Так здорово. Некоторые люди даже сильнее тебя по некоторым местам. А доход идет от группового товарооборота. От группового товарооборота. Вы создаете организацию, и от этой организации вы получаете четко оговоренный процент. Часто задают мне следующий вопрос. Как успевать с детьми? Вы знаете, если женщина хочет, она все успеет. Нет прокрастинации. Что такое прокрастинация? Это когда вы, например, вроде у вас куча дел, вы не знаете, зачем схватиться, вы делаете видимость, типа делаете, но не делаете на самом деле. И вот, знаете, везде и нигде. Вот четко выбрали себе время, допустим, полчаса позаниматься именно этим. Вы занимаетесь именно этим. Некоторые говорят, как так? Вот и дети рядом. Ну, смотрите, можно это делать, когда дети сидят, например. Можно это делать, пока вы едете куда-то на работу. Ну, не на работу, например, а куда-то в дороге. Некоторые люди у нас есть, которые работают. Я говорю, не едь просто так, да. Сделай возможность, обеспечь себе, чтобы ты в этот момент что-то слушал полезное. То есть просто менять. Можно радио слушать в машине, а можно слушать обучение. И результат будет разный. Я когда вот сейчас последние два дня хожу, то туда, то сюда, там, ну, перед Москвой себя преобразить, да. Вот кто-то надо мной может посмеиваться. Но я прихожу с ноутбуком, с маком со своим, и включаю видео, то, что мне нужно, я слушаю. И в этот момент у меня еще и слушают мои параллельно мастера, да, которые мне там делают что-то. И не хочу тратить свое время просто вот на два часа моей жизни для меня дорогие. Я хочу их тратить эффективно. Выбираем, что приносит результат. Можно смотреть телевизор, а можно смотреть обучение. Да, согласна с вами. Человек, когда знает свою задачу, он четко делает то, что нужно, а не то, что видимость создает. Понимаете? Важно планировать свой день. Заручиться поддержкой двух-трех близких, которые могут вам, ну, хотя бы просто вот в сложной ситуации поддержать, сказать, блин, да не робей ты, нормально все будет, давай вперед. И этих людей слушать, а не тех, кто вам говорит, ерундой занялась, зачем тебе это надо. Диванный комментатор, знаете, такое есть. Диванный комментатор, который вам расскажет, ну, как на духу, что у вас не получится. Но сами при этом ничего не делают. Я таких людей не слушаю. Вот. Надо поставить четкую задачу. Некоторые говорят, мать-перемать, как ты можешь, ты детей оставил, да они тебя бьются в дверь, иди отдай себя детям. Я говорю, ребят, я четко знаю, что я делаю. Сегодня я это сделаю, а завтра мои дети будут учиться в лучшей школе. Завтра они поедут за рубеж и будут изучать язык у носителей языка. Завтра они смогут выбрать любой вуз, который им захочется. Понимаете? Ради этого делаем. Если много отказов, если руки опускаются. А вы концентрируйтесь не на отказах, а на том, кто вам сказал два. И пусть это будет два человека, которые вам скажут два. Да. Понимаете? Пусть это будут два человека, но они будут с вами вместе двигаться в темпе. И поставить себе четкую задачу, что вы хотите. Вы знаете, есть такой классный пример, когда люди говорят, ну, пример классный. Когда ты ставишь перед собой, Надя, это, кстати, Витина родная сестра вопросу задает. Здорово. Кто не знает. Вот такая цель у вас большая. И маленькие проблемки, маленькие проблемки, ее как бы, ну, вот как горошек, да, по решету. Когда у вас большая цель, вам без разницы, что скажут другие. Ну, когда у вас цель небольшая, то любая мелочь может вывести вас из колеи. Понимаете? Большую цель поставить перед собой. И желательно, ну, материальную прикрепить к ней, нематериальную. Ну, о запуске я вряд ли буду рассказывать. Тема немножко не этого вебинара, ребят. Здесь, может быть, как бы про запуск, про сопровождение вам лучше посмотреть на ютубе. Очень важно не говорить своему супругу о неудачах. Часто женщина приходит, муж домой говорит, блин, мне тут такое написали, тут такая бяка, это мне отказало, это такое-сякое, и все, и пошло-поехало. Что вам муж скажет? Мужчины, они решение, они вам решение сразу предложат. Какое решение вам может предложить муж, который устал, пришел с работы, и вы ему еще, так сказать, по ушам ездите? Что он может вам сказать? Он вам скажет одну единственную правду. Бросай все нафиг. Совершенно верно. Он вам сразу скажет, нафиг тебе это надо. Голову мне не парь, только меня не трогай, отстань, да? Не трогай меня. И бросай все к чертям собачьим. Я тебе обеспечу, вот ты мне еще голову заморачиваешь. Занимайся ребенком, да? Вот. Вот так вот, можно сказать. Вот. Поэтому не рассказывай мне о чем, рассказывай только позитивные какие-то моменты. Ой, слушай, у меня такая девчонка сегодня классно зарегистрировалась. А мы там с девчонками вот это. А у нас вот это, да? Слушай, а я вот тут тебе там бесплатно заработала, принесла вот на вейдж, например, да? Или там витаминки тебе, дорогой, чтобы ты не простужался, да? Там вот по-женски могу сказать. Вот. И важно еще успевать потом, чтобы он ничего не увидел. А то, знаете, иногда некоторые, сейчас я тут, подожди, я тут бизнес-веншер стану, сейчас я тут начну зарабатывать больше тебя, ты у меня еще посмотришь, я тебе докажу. И вообще через некоторое время я буду бриллиантовым директором. И вот увидишь ты, сделаем все. Ребят, это слова неумной женщины, которая... Как вы думаете, как мужчина будет относиться к вам, когда вы скажете ему, что вы будете зарабатывать больше его? Как вы думаете, что скажет вам мужчина? К женщинам обращение? Есть варианты у вас? Вы пришли ему и сказали, я теперь буду зарабатывать через некоторое время больше тебя. И все. Он скажет, бросайся нафиг. Он скажет, прекрати. Он скажет, начнет вам ставить палки в колеса. Потому что вы покушаетесь на его территорию. Вы пытаетесь забрать у него томогавк и отбирать у него возможность. Да, совершенно верно. Абсолютно. Как соперник. Вот. Как соперник. Вы для него станете соперницей, которая покушается на его рычаг управления. Потому что мужчина, он... Это его рычаг управления. Он добытчик. Он должен зарабатывать деньги. И вы получаете... Вы, получается, у него забираете это пространство. И он вам, естественно, скажет, нафиг ты нужна. Давай, сиди дома с ребенком, ничего не делай. Не хочу даже... У нас так было. Даже был период, когда я зарабатывала больше и вела себя даже неумно. Ребята, я вам честно скажу, даже вела себя в этот момент неумно. Я говорила, ты видишь, сколько у меня доход? А у тебя там... Да, у него свои роды. Поэтому давайте разбираться. А может быть, именно он посидел в тот момент, когда вы проводили презентацию с вашим ребенком. Может быть, он в этот момент забрал его погулять. Может быть, он в какой-то момент вам сказал теплое слово и поддержал вас, и вы пошли продолжать. Вот надо говорить так, что мы вместе это делаем. И знаете, иногда возникает такой момент, очень часто в нашем бизнесе, я просто общаюсь с бриллиантами много сейчас, они говорят, до директора это твой бизнес, с директора это наш бизнес, а с бриллианта это мой бизнес. И они ходят туда, говорят, я там вот, ну я же вот... И ты в этот момент молчите, да? Я, ты, 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 да, все правильно, все, все, в общем. Ну, тоже, да, Настя, наверное, да, Вершинина, вам надо сделать результат, да, это хороший дедлайн он вам поставил, и ваш стимул сделать этот результат. Ну, и потихонечку его подтягивать в этот процесс. Помоги мне там страничку сделать, а помоги мне вот это. То есть вот потихонечку его к этому процессу привлекать. И, или там, я вот тут глупенькая в плане успеха, не поняла, что как начислен бриллиантовый бонус. Ты можешь посидеть, посчитать, мне потом объяснить. Или в туалет вложить, там успех. Или полежая его дать посмотреть. И потихонечку, чтобы он в этот процесс внедрялся. Вместе вам будет работать проще. Вот. Но ни в коем случае не скакайте, не кричать, что вы сейчас там, вау, там, крутая станете и покушитесь на его святое. Хорошо? Это сразу настраиваю, чтобы у вас не было потом проблем. Что будет в результате? Давайте поговорим об этом. Первые шесть групп дадут вам доход. Или я, или работа. Ну, значит, что-то у вас в отношениях немножечко. Зачем выбирать? Ну, как бы. Ну, вот страх. Вот уже положится состаржение. То есть он боится, подсознательно, что вы начнете зарабатывать, поэтому он ставит вам такой оптиматом. Вам надо сказать, что не важно, сколько я буду зарабатывать. Ты все равно останешься моим любименьким, да, там, я будем вместе с тобой расти, развиваться, да, там. Понимаете, вот, ну, как бы дать ему безопасность. Такое бы тоже бывает, но не сразу. Вот. Первые шесть групп. А, ну, думаю, чтобы обманывать, надо ему разобраться. То есть, ну, чтобы он понял. Вот. Первые шесть директорских групп, пока вы идете, Полежаева, презентация новая есть у Полежаева. Крутая очень презентация. Пока вы идете, делаете шесть директорских групп, это бриллиантовая квалификация. Пока вы идете к этой квалификации, вы премиями собираетесь 17,5 тысяч долларов. Доход от 250 и выше. Две поездки в год за счет компаний. И два автомобиля. Почему два автомобиля? Первый – это Skoda Rapid. Второй – это премиального класса на сумму 2,250. 2,250,000 компания вам его оплачивает. Ну, какой-то у нас вольный. Следующие шесть групп дадут вам премиальный фонд 42,000. Доход 500,000. Три поездки в год, потому что там исполнительная конференция добавляется. И еще один автомобиль. Вот. Вы можете выбрать уже автомобиль стоимостью 3,300. Вы можете либо добавить, либо оставить ту же сумму и взять автомобиль премиум класса. Следующие шесть групп – это уже сапфировый исполнительный, директор. Премиальный фонд 108,000 долларов. Доход 1,000,000 и выше. Три поездки в год. И следующее – это президент. Президентская квалификация. Ну, здесь написано доход 1,500,000. Но я считаю, что это прям, будем говорить, минимально, потому что как-то Полежаев оговорился, говорит, не дай бог 200,000 зарабатывать в месяц. Вот. Значит, мы делаем вывод, что у него доход значительно больше. Вот. Премиальный фонд 100,000 долларов и до миллиона. Да, 24 бриллиантовый ветвь в миллион долларов доход. Доход от 1,5 миллиона в три поездки в год. И в подарок уже, если там надо планы автомобиля выполнять, то здесь идет полностью в подарок автомобиль премиум класса. Мерседес. Приезжаю в несколько мерседесов. Друзья, давайте по вопросам пробежимся. Я основной материал вам сегодня выдала. Сколько времени построение одной ветки? Ну, я могу сказать, что я против фастфуда, ну, быстрых таких веток. Я за то, чтобы люди осознанно созревали от 4 до 8 месяцев. Когда уже лидер сам берет ответственность, идет планерки, идет презентации. Да, у Ближаева была миллион долларов в тему. Давайте вопросики, ребят, и побегу я своих мальчишек обнимать. А то они уже в кочей. Ребят, есть вопросы? Что сегодня вы для себя взяли, когда у меня к вам вопрос? Что вы сегодня услышали, может быть, важное, понятное для вас? Давайте обратную связь. Какой эффективный метод? Все методы работают. Все методы работают, если ими работать. Нет такого прям волшебной палочкой вот этот пошел. И созвоны работают, и работают холодные диалоги и заведения. Две ветки, я против одной ветки. Вы себе строите свечку в одном месте. Сколько в первый раз вы заработали? 200 рублей. Если ключевые партнеры уходят, ничего страшного. Новых искать. Ребят, у меня, если посчитать, сколько у меня двенашек уходило в свое время, я могу сказать, что я давно бы уже, наверное, сапфиром исполнителем была. Если вы не работали раньше в Арифлее, вам необходимо позвонить на горячую линию и узнать, действует ли у вас номер. И таким образом узнать, действует ли номер, сообщить тому человеку, который вас пригласил, что действует он у вас или нет. В одной ветке 150 зарегистрированных должно быть. Мы строим таким образом. 5 регистраций партнер регистрирует в общую ветку, потом мы уходим на чередование. Сейчас очень выгодная акция, друзья. Если вы делаете заказ по ценам каталога, а у вас скидка при регистрации будет 20% от 1000 рублей, то вы получаете бесплатную доставку вашего товара. Вот 800 рублей по ценам нашим. Ребят, кто пришел к нам сегодня на встречу первый раз? Если вы в прямом эфире пришли ко мне в первый раз, вам необходимо написать мне в директ, и я вам скину заявку на регистрацию. Если вы находитесь в вебинарной комнате, вам необходимо человеку, который вам дал ссылку на этот вебинар, написать, что вы прослушали вебинар, и таким образом он вам вышлет заявку на регистрацию. Если вы не помните номер, вам скажут на горячей линии, есть он у вас или нет. Если есть, вам его скажут. Если нет, то зарегистрируйтесь через партнера, который вам дал ссылку на комнату. Повторно. Если у вас 70 человек зарекрутировало, ноль работающих, скорее всего, вы плохо сопровождаете своих лиц. Вопрос сопровождения. Как вы их запускаете? И в какой интервал вы их пригласили? Быть умной женщиной не все говорить не лучше. Хорошо. Хорошо, что вы это поняли. Друзья, еще вопросы есть? Выводы? Спасибо большое за отрики ваши. Да, хорошо. Как обычно? Как есть? Что есть выгодное предложение, максимально выгодное, при котором вы с первого раза получаете все бонусы, зарплату за группу и 50% скидку. Вы можете это организовать как сами, так и при помощи своих друзей. Как сопровождать новичков? Это тема другого вебинара. Поэтому мы его сейчас не будем обсуждать. Если вы хотите, могу как-нибудь провести на этот прямой эфир или попросить, ну, я считаю, чемпиона по сопровождению, это Гатюмеля Горбатко, сделать это. Она прям очень нравится, как она сопровождает. Ну что? Как часто вы будете с ножкой? Ключевые партнеры с баком работают каждый каталог. Я сама не пишу, ну, редко, когда пишу. Спасибо за обратную связь, друзья. Да. Да. Спасибо, кто был. Спасибо за прямой эфир. Спасибо вебинарной комнате. Запись, как обработать, я выложу на канал в Ютубе. Если не подписаны, подписывайтесь. Я вас поздравляю всех с крещением, с праздником. Желаю, чтобы все, что вы себе запланировали, у вас осуществлялось, чтобы вы двигались в соответствии со своим предназначением, со своим потенциалом. И все, что вы делали, у вас спорилось и горело в руках. Реально выйти. Все реально, если действовать. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok